На дворцовых часах 16.00 последняя среда уходящего года, и это значит, пришло время объявить победителей детского конкурса елочной игрушки. В этом году, благодаря вам, наше строгое, но справедливое жюри установило новый рекорд. Вы сделали для праздничных елок Гатчинского замка 631 игрушку, столько еще не было, и судьям пришлось очень нелегко. Кстати, сложно приходится и музейным хранителям, ведь ваши конкурсные работы прошлых лет, они же по-прежнему украшают дворцовые елки, и этих елок год от года становится все больше. Сейчас мы у главной елки в верхнем вестибюле парадной мраморной лестницы арсенального каре. Здесь ваши работы нынешнего года, но игрушки с прошлогодних конкурсов украшают другие дворцовые елки. Вот это, например, установлено в приемной у директора. Музей начинается, ну да, с гардероба, он есть везде, а сигнальная башня есть только в Гатчинском дворце. Так вот, здесь при входе в музей тоже есть елка. Ее впервые решили украсить исключительно щелкунчиками. Да, все любят этого героя Гоффмана, и в этом году вы, конечно, еще пополнили этот сказочный отряд новыми заколдованными принцами. И вот они тоже в этой отличной яркой компании. Целых три елки с вашими игрушками в арсенальном зале. Он самый большой во дворце. Именно здесь когда-то и проходили основные рождественские торжества. С угощениями, танцами, катанием с деревянной горки и другим весельем. Ваши игрушки могут видеть и гости дворцового театра. Фойе также украшено елкой, которая, в свою очередь, украшена конкурсными работами прошлых лет. И, конечно, елка в детской гостиной, где обычно проводят время самые маленькие гости музея и их родители. Во время нынешних каникул здесь откроется мастерская юных мечтателей, которые смогут создать своими руками украшения для собственной елки, которая дома, и подарки для друзей или родных. От мечтателей к победителям. Тем более, что тема конкурса нынешнего года – елочная игрушка моей мечты. Итак, попрошу волшебниц Гатчинского дворца, а вот они, собственно, готовы разместить на главной дворцовой елке работы победителей. И вот именно этих победителей. Арина Калач – Гатчинский детский сад номер один. Этот маленький кролик, который на шариках как будто улетает сейчас на ветку, называется «Символ года». Ну да, 2023 – это же по восточному календарю год кролика. Или кота, кому как больше нравится. Владимиру Козинову из 10-го детского сада, судя по всему, больше нравятся зайцы. Свою работу он назвал «Снежный заяц». Удивительное и гармоничное сочетание вот этих разных техник и технологий создания игрушки просто покорили жюри. Маргарита Брюквина – детский сад номер 11 города Гатчины. И ее кот Матроскин. Опять-таки возвращаемся к символу наступающего нового года. У кота мы видим две мышки. Судя по всему, его мечты уже сбылись. Ярослав Густяков. Детский сад номер 24. Его игрушка называется «Буду космонавтом». Космонавты на конкурсах бывали раньше, но еще никто так определенно не заявлял, что мечтает именно стать космонавтом. И посмотрите, как сделан этот маленький покоритель космоса. Желаем Ярославу не изменять его мечте. А вот Эльвина Давыдова из 26-го детского сада сделала новогодний замок. Какая же девочка не мечтает стать сказочной принцессой. Но замки на нашем конкурсе появляются очень и очень редко. Анна Федорова из 30-го садика отправила на конкурс сразу две игрушки – Деда Мороза и Снегурочку. Очевидно, Аня мечтает встретить обоих этих персонажей. А может быть, получить в два раза больше подарков? Хотя в Новый год можно. Илариона Морозова, детский сад 41, воплотила свои мечты о красоте, о доброте в таком вот большом сердце с маленькими птичками. Работа называется «Волшебные узоры». И эти узоры теперь на главной елке Гатчинского дворца. Полина Федотова из 43-го детского сада Гатчины сделала волшебную овечку. Полина коллекционирует игрушечных овечек. У нее дома, как она рассказала в письме членам жюри, целая овечья компания. И изготовить для дворцовой елки золотую овечку Полина решила для того, чтобы она исполняла все-все желания. Работа Екатерины Коноваловой из детского сада номер 51 не оставляет никаких сомнений. Лучший друг называется эта игрушка. Очевидно, девочка мечтает о милой доброй собаке. Причем понятно даже какой именно породы. Что ж, игрушку на елку, а Деду Морозу на заметку. Евгений Васильев, 52-й детский сад Гатчины, сделал для дворцовой елки зимний городок. Мнения жюри разделились. Кто-то считает, что Евгений мечтает о ярком, красивом, сияющем, чистом городе. А кто-то уверен, что Евгений мечтает стать архитектором. Впрочем, одно другому не мешает. Да и городок этот среди победителей. Тимур Тутаев, детский сад номер 67 Выборгского района Петербурга. Его игрушка называется «Путешествовать начну, и животных я спасу, а пока книги читаю и животных изучаю». Мечта Тимура понятной по названию и по самой работе, которая теперь также украшает главную елку дворца. Дарина Фалькина из группы «Звездочка» Гатчинского детского центра «Дарина» сделала такого вот ангелочка, который исполняет любые самые сокровенные желания наших талантливых маленьких мечтателей. Что ж, благодарю волшебниц Гатчинского дворца за украшение нашей новогодней елки. Как всегда, получилось очень ярко и по-настоящему сказочно. Всех победителей со 2 по 8 января на кассе арсенального каре ждут дипломы, и каждому по 3 бесплатных входных билета в Гатчинский дворец. Здесь в это время будет фестиваль «Новогодняя кутерьма» с танцами, мастер-классами, песнями, плясками и другим весельем. Всех, не только победителей, поздравляем с Новым годом, желаем светлого Рождества и ждем в Гатчинском и Приоратском дворцах на фестиваль «Новогодняя кутерьма».